Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я стараюсь ответить, если не смогу, то напишу вам по поводу ответов. Поэтому, дорогие коллеги, итак, начинаем. ЕГЭ-2018, каких изменений стоит ожидать? Понятно, что те из вас, кто очень внимательно следит за изменениями, вообще за единого государственного экзамена, вы уже смотрели проекты, демоверсии, спецификации, кодификаторов, размещенных на сайте ФИПИ. Именно на основе анализа этих проектов, хотя уже обсуждение закончилось, и ФИПИ со дня на день уже разместит не проекты, а уже документы утвержденные, подписанные демоверсии, кодификаторы, спецификации. Но, тем не менее, практика показывает, что проект и уже сам документ отличаются, но практически никогда не отличаются. В основном, по результатам изменений вносятся, если то такие очень незначительные косметические изменения. Итак, в учебных предметах биология, география, история и математика никаких изменений в структуре и содержании контрольно-измерительных материалов нет. Никак не изменились и критерии оценивания, не изменился и тестовый балл. То есть, абсолютно все так же, как и было в 2017 году. Поэтому вот эти четыре предмета, я никак не буду комментировать, что же в них будет. Итак, по иностранным языкам. Произошло такое небольшое косметическое, я бы сказала, изменение. Значит, если в структуре и содержании ничего не изменилось, то уточнены критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40. Напомню, что в перечне иностранных языков, выносимых на государственную итоговую аттестацию, включаются английский, немецкий, французский и испанский языки. А с 2020 года к этому числу примкнет и китайский язык. Но пока только лишь уточнены критерии заданий 39 и 40. Сейчас посмотрим, каким образом. Здесь приведены критерии оценивания выполнения задания 39. На высший балл. Я не стала там на 1 балл, на 0 баллов расписывать, только высший здесь взяла. Это задание может быть оценено максимум 2 баллами. И по сравнению с 2017 годом в критериях произошли очень незначительные изменения. Они уточнились, например, в таких вот словах. Вот прокомментируем. Например, по критерию 1, где задание выполнено полностью, содержание отражает все аспекты, указанные в задании, даны полные ответы. Так было в 2017 году. А в этом году добавилось еще и точные, полные и точные ответы. В этом же критерии уточнилось, допускается один неполный или неточный аспект. А там было написано, что практически без ошибок, без неточностей. Так и здесь, что допускается одна логическая ошибка или одно нарушение деления на абзацы, или одно нарушение в средствах логической связи, или одно нарушение принятых норм оформления личного письма. А в прошлом году, в прошлые годы, вот этот критерий, вот это уточнение, вернее, было достаточно общим. И там тоже так же, что практически без нарушений. Как-то вот так было сформулировано. В третьем критерии в 2017 году было написано, соответствуют поставленной задаче. А в 2018 году авторы уточнили и написали, что используемый словарный запас и грамматические структуры соответствует базовому уровню сложности задания. Уточнено то, что в скобках допускается одна-две лексико-грамматические ошибки. А в 2017 году более так вот, не так конкретно было написано, сколько точно ошибок. И критерии оценивания сорокового задания. Здесь точно подобные изменения. Например, полно и точно все аспекты. Допускается одно нарушение нейтрального стиля. Там было, что практически без нарушений. Дальше, что используемый словарный запас соответствует в 2017 году было поставленной задаче. То здесь высокому уровню сложности задания. И также допускается, уточнено, что допускается всего одна, конкретно одна лексическая ошибка. И в критерии четвертом допускается одна-две неповторяющиеся грамматические ошибки. Ну, а там тоже так же было, что практически отсутствуют ошибки. Это то, что касается английского языка. По информатике и информационным коммуникационным технологиям. Ну, здесь произошли незначительные изменения. Но все-таки в заданиях 25. И, ну, тут вот видите два пункта. И первый, и второй говорит о том, что авторы КИМ по информатике теперь решили не использовать язык Си, а используют С++. И в 25-м задании убрали возможность написания алгоритма на естественном языке в связи с невостребованностью этой возможности участниками экзамена. То есть из года в год проследили, посмотрели, что не используют выпускники эти языки. И убрали из заданий. Значит, приведу примеры. Вот, например, задание 25. Ну, я не стала... Коллеги, может быть, вы эту презентацию будете демонстрировать и детям так же. Ну, вот точно так же можно здесь показать, что если внимательно посмотреть в демоверсии, вы вот во всех этих заданиях увидите примерно то же, что и в 25-м задании. Ну, только тут еще, естественно, язык был. А здесь Си на С++. Например, вот в 25-м задании в 2018 году будет так же, как и были Basic, Python, алгоритмический язык и Паскаль, и добавляется С++. А в 2017 году был также Basic, Python, алгоритмический и Паскаль, но вместо С++ были просто Си и естественный язык. Теперь вот этих двух языков нет, только С++. Значит, по литературе уточнены требования к выполнению заданий 9 и 16. Вот в этих заданиях несколько... Ну, некоторое облегчение для детей введено. Там отменено требование обосновать выбор примера для сопоставления. Тоже на примере вам это покажу. Вот, например, вот оно, 9-е задание. Я 16-е не стала приводить, 9-е привела. В 9-м задании. Например, это задание в демоверсии 17-го, в демоверсии 18-го одно и то же. В каких произведениях русской классики отражен конфликт между представителями разных поколений и в чем эти произведения можно сопоставить с Тургеневскими отцами и детьми. В 18-м году, посмотрите, ну давайте 17-го лучше. В 17-м году среди критериев оценивания есть важный критерий, что ребенок убедительно обосновывает выбор каждого произведения. То есть ему нужно взять, например, два каких-то произведения и на примере этих двух произведений показать, ну, ответить на вопрос этого, например, 9-го или 16-го задания. Если до прошлого года ребенок должен был четко обосновать и убедительно обосновать выбор каждого произведения, почему он выбрал то или иное, а не другое, то с 2018-го года в 9-м и 16-м заданиях критерии очень, скажем так, здесь для детей облегчение наступило и критерии позволяют ребенку все-таки полноту или правильность вот этого выполнения задания все-таки повысить. Здесь на максимальный балл требуется назвать произведение, указать его автора и сопоставить с предложенным текстом в заданном направлении анализа. Авторская позиция должна быть не искажена. Значит, дальше. В литературе изменения введена четвертая тема сочинения в 17-м задании. Сейчас мы это посмотрим. Вот, видите, в 17-м году предлагалось 4 темы, 3 темы, извините, а в 18-м году предлагается уже 4 темы. Ну вот в демоверсии отражена четвертая тема как страницы русской истории в новейшей отечественной литературе на примере одного-двух произведений 1990-х, 2000-х годов. То есть вот такие вот, скажем, изменения произошли. Ну, даже не столько структурные относительно всего, тем, сколько структурные относительно критериев оценивания и относительно структуры конкретного задания в сочинении, например. Также полностью переработаны критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом. Это задания 8-е, 9-е, 15-е, 16-е и 17-е. Сейчас мы посмотрим, и сразу прокомментирую четвертая, максимальный балл за всю работу увеличен с 42 до 57, потому что, так как изменились критерии здесь, переработаны критерии оценивания в этих заданиях, максимальный балл за всю работу, поэтому увеличился на 15. Сейчас мы посмотрим с вами критерии оценивания. Тоже для примера я не стала приводить, вы знаете, что одинаковые критерии оценивания, например, 9-го и 16-го, я привела, например, только 8-го и 15-го. Вот посмотрите, в 2018 году очень четко, давайте, в 2018 сейчас покажу, то есть напомню тем, кто преподает литературу, да, или тем ребятам, которые собираются в этом году сдавать литературу, и чтобы все-таки готовиться по тем книгам, по тем пособиям, которые вас точно подготовят к ЕГЭ, поэтому содержание этого вебинара в таком обзоре по всему предмету, по всем предметам, конечно, будет полезно. Итак, в прошлом году был максимальный балл 4 за 8-е и 15-е, там нужно было написать некоторое количество предложений, причем не оценивалось количество предложений, оценивалась полнота ответа в соответствии вот с этими двумя критериями. Глубина приводимых суждений и убедительности аргументов, то есть первый критерий был, за который максимально можно было 3 балла получить, ну там и так далее, да, от 3 до 0, и следование нормам речи. За этот критерий можно было получить максимум 1 балл, и всего было 4. А в 2018 году, посмотрите, авторы КИМ уже вводят 3 критерия, и они полностью их перерабатывают, и максимальный балл за эти задания, 8-е и 15-е, повышается до 6. Например, первый критерий – соответствие ответа заданию, максимум двумя баллами можно оценить, за этот критерий можно получить. Привлечение текста произведения для аргументации, то есть, видите, очень четко для экспертов, очень понятные инструкции, да, и логичность и соблюдение речевых норм. Это также важный критерий, который, вот, тоже в 2 балла можно, ну, не критерий оценить, а ответ в зависимости от отсутствия или наличия логических речевых ошибок. И если, например, отсутствуют логические речевые ошибки, то это максимум 2 балла. Итого 6 баллов. То есть вы видите, да, что, во-первых, ну, так как литература, как гуманитарный предмет в предметной области филологии, все-таки, скажем, он не допускает, конечно, разночтений среди экспертов, но очень много, ну, такая статистика общая по всей России, по гуманитарным предметам в предметной области филологии или общественной науки, такие, как общество знания, даже не столько истории, сколько сэнфер по обществу знаниям, расхождение среди, между экспертами в оценивании большое. Ну, часто выходит и третий эксперт, да, третья проверка, то здесь авторы уже, вот, скажем так, под действием вот этого факта уточнили критерии настолько, чтобы расхождение между экспертами в оценивании развернутых ответов сводились к нулю. Ну, к нулю они совсем сведены, как практика также показывает, не могут, но их, ну, ожидаем значительное понижение количества выходящих на третьего эксперта работ по заданиям 8, 9, 14, 15, 16 по литературе. То есть вот именно вот этих, а, не 14, извините, 17 по литературе, потому что вот так вот уточнили критерии авторы. По обществу знания нет никаких значительных изменений, там не произошло никаких структурных, каких-то таких серьезных содержательных изменений. Есть переработка в системе оценивания задания 28-го, сейчас мы ее посмотрим, и детализирована формулировка задания 29, изменена система его оценивания. Максимальный первичный балл в связи с тем, что переработана система оценивания увеличен с 62 до 64. Итак, задание 28-е. Как же переработана система оценивания? Итак, в 2017 году, как вы видите, ну, скажем так, тенденция такая, которую мы увидели на литературе, она распространяется и на общество знания. Вы видите, да, до прошлого года критерии выглядели по обществу знания вот таким образом. На это, что кусочек только не полностью всю таблицу привела, то есть максимум можно было за задание 28-е получить 3 балла, и для эксперта расписывалось, то есть если он мог получить ребенок 3 балла, если привел 3 и более пунктов, любые 2 из которых детализированы в подпунктах. И видите, вот здесь вот четко тоже было прописано, сколько пунктов, без которых тема не может быть раскрыта по существу, 2, то есть корректность формулировок пунктов плана тоже эксперты оценивали. То с 2018 года критерии оценивания уточнены и разбиты на такие пункты, например, раскрытие темы. За раскрытие темы можно максимум получить 2 балла, и тоже вот если мы проанализируем здесь вот везде максимальное количество баллов, потому что не будем там идти, например, здесь единица, здесь 0, а тут 0. Проанализируем критерии на высший балл, то есть раскрытие темы общей критерии и описание. План содержит 2 пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Один из этих пунктов детализирован в подпунктах. То есть видите, из минимального количества 2 пункта, один детализирован. Здесь это более написано обтекаемо. И дано четкое указание экспертам по оцениванию. Если по критерию 28.1 раскрытие темы выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов. Тему не раскрыл. Но такая же ситуация и в русском языке, также в литературе. Критерий следующий. Количество пунктов плана. И опять же, то есть максимум это 1 балл, а минимум 0. На 1 балл, если ребенок привел не менее 3 пунктов, 2 из которых детализированы в подпунктах. То есть здесь вы видите вот эту таблицу, переформатирована в другую, но с более четким трактованием. И третий критерий. Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана. Тоже максимум 1 балл можно за это получить. И здесь формулировки пунктов и подпунктов плана не содержат ошибок и неточностей. Вот, ну скажем так, здесь максимальное количество баллов просто описано, но ничего не сказано об ошибках и неточностях. Ну там дальше на 2, на 1 баллов это можно встретить, в принципе. Ну а здесь уже четко. Если есть ошибки и неточности, хотя бы 1, то уже 0 баллов вместо 1 за этот критерий. И максимальное количество баллов это 4. Здесь видите было 3, а в 2018 году будет 4. Также в 2018 году в 29 задании добавилась некоторая формулировка. Вот если в 2017, это на нижней части слайда, формулировка из демоверсии, ну там вы знаете, да, специалисты, уважаемые предметники по обществу знаний, дети, кто готовится к ЕГЭ по обществу знаний, вы знаете вот формулировку этих заданий во всех контактах. И там нужно выбрать одно высказывание и на него написать мини-сочинение, да, как мы называемое СССР, да. Поэтому в 2017 году это была формулировка выбрать одно, раскрыть в форме мини-сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты, поставленные автором проблемы. При изложении использовать там знания, умения, опыт из жизни, там чему был свидетелем ученик, то есть весь свой жизненный и учебный опыт использовать, то в 2018 году уже добавляется еще одна часть формулировки, кроме мной зачитанных. Значит, для иллюстрации сформулированных вами теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух фактов. То есть, видите, детализируется, ученику проще будет полно ответить, ну, скажем так, написать ответ на это задание. Примеров из различных источников. Каждый приводимый факт, пример, должен быть сформулирован, развернуто и явно связан с иллюстрируемым положением, рассуждением, выводом. Поэтому, если, вот, уважаемые коллеги, предметники по русскому языку, вы знаете, что авторы КИМ очень подробно описывают задания или формулируют задания для сочинения. И если ребенок правильно его умеет читать, если ребенок правильно выполняет все пункты задания по сочинению, то, ну, если не максимальный, но все-таки высокий балл он может получить. Если он понимает, в чем заключается формулирование ответов на каждое из этих пунктов задания по сочинению, то и здесь авторы решили облегчить участь детей и сформулировать более конкретно, то есть конкретизировать это задание. Это то, что касается общества знания. Дальше в русском языке добавилось задание базового уровня сложности 20. Оно проверяет знания лексических норм современного русского литературного языка. И в связи с этим максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 57 до 58. То есть на один балл. Как раз за вот это 20 задание и добавляется один балл. Поэтому коллеги и школьники, которые готовятся к ЕГЭ по русскому языку, обратите внимание на 20 задание 2018 года. Если вы берете пособие 17 или каких-то прошлых лет, в прошлом году тоже в русском языке было одно новое задание, ну и пособиями прошлых лет, конечно, нежелательно пользоваться, но тем не менее, если у вас нет возможности или не можете найти свежее, то учтите просто, что в русском языке есть одно новое задание. Лексические нормы. Например, в демоверсии, в проекте, в демоверсии приведен пример задания 20. Отредактируйте предложение, то есть исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. Дается коротенький текст, дается, скажем так, в одном из этих, в таком большом развернутом предложении есть одна лексическая ошибка, и просит убрать это лишнее слово. В данном случае выражали главную суть воды. Главную суть. То есть выражали, суть это и есть то главное, что есть в описываемом объекте. То вот это слово главную здесь лишнее. И ответ правильный будет слово главную. И если ребенок правильно его написал, он получит за это задание 20 баллов. За задание 20 он получит 1 балл. По физике структурное изменение произошло. Относительно оно небольшое, но с точки зрения предмета оно вызывает, скажем так, много вопросов у коллег, предметников, учителей физики, преподавателей физики. Значит, теперь 24 задание. Все, которые были с 24 по 31 в прошлом году, это теперь с 25 по 32, они просто сдвинулись. И добавилось одно задание, 24. Оно задание базового уровня сложности, которое проверяет элементы астрофизики. Вы знаете, что с этого учебного года введен предмет, предмет в школьный курс, отдельный предмет астрономия. И эта астрономия преподается в 11 классе. И я не могу сказать, что именно только в связи с этим возникло это одно задание. Но в том числе и в связи с этим. И в связи с добавлением одного задания, максимальный первичный балл за выполнение всей работы увеличен с 50 до 52. Теперь тестовый балл, первичный балл, это 52. Итак, пример задания 24 по астрономии, по астрофизике. Вот такой. Кстати, это задание с множественным выбором. Причем здесь, в этом задании, ребенку не нужно глубоких познаний в области астрономии. Ему нужно знать базовые вещи. И не зря это задание по астрономии введено, ну, оно больше никуда и не могло быть введено, ни в какой предмет, введено именно в физику. Здесь, например, в разных заданиях по-разному даны, ну, вот здесь вы видите наименование звезд, температуру, массу, радиус, расстояние до звезды. Но могут попадаться и другие задания с другими таблицами, там, где ребенку требуется помнить формулу, например, первой или второй космической скорости, для того, чтобы посчитать, я не знаю, скорее, несвободное упадение на какой-то планете. Так, детям надо знать распределение, даже не распределение, а диаграмму Гершпрунга-Рессела, для того, чтобы понять, к какому спектральному классу относится та или иная звезда. Но это понять можно не только, ну, ее помнить, может быть, и не надо, эту диаграмму, но нужно уметь ее читать. То есть тут еще зависимость от температуры не зря дана в этой таблице температура звезды, и в зависимости от этой температуры эта звезда, та или иная звезда, там, спрашиваемая, может попадать в тот или иной спектральный класс. Поэтому здесь, уважаемые коллеги, ничего такого принципиально сложного в области знаний по астрономии или умений по астрономии нет, но какие-то вещи надо, ну, скажем так, специально отработать все-таки для того, чтобы решить правильно ребенок мог это задание. Задание с множественным выбором, оно максимально оценивается в 2 балла, то есть 2 балла, если ребенок ответил правильно на оба вопроса. Ну, вот, например, в данном случае правильными ответами будет 1 и 4. Ребенок может ответить и 4, и 1, то есть и 1, и 4, то есть ему любые, любой вариант, если, скажем так, программа увидит, что он приводит и единицу, и четверку на любом месте, то ему будет поставлен 2 балла, будет поставлен 2 балла, причем это задание проверяется, ответ на это задание проверяется автоматически, точно так же, как и в русском языке, 20-е задание новое, оно тоже так же автоматически, не вручную, эксперты не проверяются. Если ребенок неправильно отвечает, ну, ошибается, скажем так, в одном ответе, он получает 1 балл за 1 правильный ответ, и если он оба приводит неправильно, значит, он получает за это 0 балла. Поэтому, коллеги, уважаемые предметники физики, не надо бояться 24-го задания, к нему нужно, ну, просто очень внимательно, качественно подготовиться. И по химии, последний предмет, который я сегодня освещу, это химия. В химии добавлено одно задание, 30-е, высокого уровня сложности, с развернутым ответом. И за счет изменения бальности заданий в части 1, максимальный первичный балл за выполнение всей работы остался без изменений. Это 60 баллов. Я сейчас приведу пример такого задания. Вот эта задача. Значит, из предложенного перечня веществ выбрать вещества, между которыми возможна окислительно-восстановительная реакция. В ответе требуется записать уравнение только одной из возможных реакций и составить электронный баланс, указать окислитель и восстановитель. Даны, скажем так, те или иные вещества. И максимальным баллом двумя это задание может быть оценено. Это задание проверяют эксперты. Значит, ответ, если ответ правильный, полный, содержит два элемента, то есть правильно выбраны вещества, то есть, видите, да, вот одна часть задания, выбрать из перечня веществ, выбрать вещества, то есть, вот эти вещества выбраны и записаны уравнения окислительно-восстановительных реакций. Это, скажем так, одна половина ответа и вторая половина ответа. Это, ну, тут вот в задании составьте электронный баланс и укажите правильно окислитель и восстановитель. Так и здесь, если выбраны вещества, записаны уравнения и составлен электронный баланс, указанный окислителем-восстановителем, это два балла. Если какой-то один элемент ответа приведен, а второй не приведен или приведен с ошибками, то тогда это один балл. И здесь тоже нужно понимать, что если ребенок, например, совсем не составлял никакого электронного баланса и не указывал окислитель-восстановитель, а здесь он выбрал вещества, записал уравнение окислительно-восстановительной реакции, но допустил, например, ошибку уравнений, то это задание будет оценено в ноль баллов, потому что один из пунктов, скажем так, отражается не полностью. Поэтому тут надо, конечно, следить за тем, как дети записывают ответы. Итак, мы уже подходим к тому, все-таки по каким пособиям нужно готовиться для того, чтобы все эти изменения в ЕГЭ-2018 учесть. Ну, я скажу, что в основном, конечно, издательства стараются, все издательства, которые сотрудничают с ФИПИ, стараются все изменения учитывать. И сейчас, например, в просвещении вышла, вернее, она вышла не сейчас, а в первый раз в 2015 году, продолжает выходить. Серия «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ» по всем предметам государственной итоговой аттестации. Уже вышли книжки по всем предметам. И здесь, например, и по химии. Вот это 30-е задание включено по физике, 24-е по русскому, 20-е по информатике, убраны невостребуемые учениками языки программирования. То есть все изменения, которые произошли в КИМ ЕГЭ, произойдут в КИМ ЕГЭ 2018 года, они учтены в этих книгах. И здесь вы видите, да, что в 2018 году как раз вышли с таким вот добавлением в оформлении, как 2018. Ну, вы видите, что все предметы ЕГЭ, все предметы ОГЭ имеются. Ну, мы об ОГЭ не говорим с вами сегодня, только ЕГЭ пока. Значит, комплексная подготовка к государственным экзаменам происходит за счет того, что в комплект по каждому предмету входят как типовые задания, так и курс самоподготовки с технологией решения заданий. То есть понятным ученикам, учителям, я не могу сказать, что всем родителям, но тем не менее, тем ученикам, которые готовятся к ЕГЭ по этому предмету, понятным языком описана технология решения заданий. Причем эту технологию решения заданий предлагают разработчики тех заданий, которые будут в ЕГЭ в 2018 году. То есть это наши коллеги из ФИПИ, из Федерального института педагогических измерений. Также вышло очень хорошее пособие, как подготовиться к сдаче ЕГЭ по всем предметам. Оно на одном из наших с вами следующих вебинаров мы очень подробно, скажем так, и мы к нему посмотрим, мы к нему обратимся, и мы с вами отработаем на таком вебинаре, как правильно проработать или, как сказать, сработать с учеником для того, чтобы он правильно определил свою личную цель сдачи экзаменов. И я сдам ОГЭ. В этом году приведены типовые задания, типовые технологии решения, вот этих типовых заданий. Академии просвещения на основе вот этих пособий я сдам ЕГЭ. Для подготовки к ЕГЭ 2018 года подготовлены онлайн-курсы. Коллеги, кто уже не первый мой вебинар видит, я в чем-то повторюсь, а кто впервые к нам сегодня подключился, я сообщу, что в Академии по четырем предметам математика здесь в двух уровнях считается за один предмет, русский, математика базовая и профильная, физика и общество знания, вышли онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ 2018. В основу содержания курсов положено содержание пособий я сдам ЕГЭ. Еще раз напомню, что пособия я сдам ЕГЭ подготовлены нашими коллегами из Федерального института педагогических измерений. И именно эти пособия позволяют не только отрешать типовые задания и рассмотреть типовые вопросы, но и получить рекомендации по решениям и получить технологию решения каждого задания от разработчиков этих заданий в реальных КИМ. Методика проверена на практике. Результаты реализации проекта в регионах, в нескольких регионах Российской Федерации, в первый год это было 6 регионов, в прошлом году это было 12 регионов, в этом году это уже большее количество, то есть каждым годом количество регионов, где полностью у всех выпускников преподается, скажем так, или, скажем так, идет подготовка к ЕГЭ на основе вот этих модульных курсов бумажных, да, книг, книг, я сдам ЕГЭ. Практика показывает, что количество не сдавших ЕГЭ по тем предметам, по которым реализуется проект, сократилось на 10%, это большая цифра, а средний балл вырос на 5%. Это тоже значительное количество, потому что все мы знаем, что даже один балл в средних, это уже большое достижение для педагогов, а здесь 5%. Значит, постоянная диагностика успеваемости происходит на этих курсах, то есть в течение изучения курсов проходит несколько раз диагностика по КИМ, подготовленным по модели, КИМ ЕГЭ 2018 года. Ребенок, я позже покажу, может работать с бланками, точно с такими же бланками ЕГЭ, то есть он их выгружает из системы, выгружает КИМ, то есть все материалы сделаны по подобию ЕГЭ, он решает на бланке, все это заполняет, обратно загружает в систему, верифицирует и так далее. Значит, развернутые, краткие ответы проверяются автоматически на платформе, а развернутые ответы проверяются вручную, экспертами, онлайн-педагогами. Количество заданий на каждый предмет загружено такое, что оно в избыточном плане позволяет подготовиться к ЕГЭ, то есть их там больше, чем надо, но можно решить даже все, но можно и меньше, для эффективной подготовки хватит и меньшего количества. Применен комплексный подход, то есть теоретически, скажем так, части занятий, в каждом занятии есть теория, теория не написана и загружена в ПДФ, а теорию прочитали ведущие эксперты ЕГЭ, записаны видео лекции, они размещены на платформе, их ребенок может в любой момент и сколько угодно пересматривать, смотреть, изучать. Загружены практические задания в тренировочный блок заданий, загружены практические задания в контрольный блок заданий, предусматривается возможность консультации с персональным наставником, и при таком подходе ценовая, скажем так, политика такая, что одно занятие в этих онлайн-курсах стоит от 86 до 131 рубля. Но там не по отдельности каждое занятие продается, а целый курс или модули. Дальше. Как происходит процесс обучения? Сначала происходит стартовая диагностика, помните, я говорила, постоянная диагностика, да, вот здесь вот, так вот, внутри, в рамках этой диагностики происходит стартовая диагностика по модели КИМ-ЕГЭ, на ее основе выстраивается индивидуальный маршрут подготовки к ЕГЭ, выстраивается персональный график совместно с онлайн-педагогом, можно ознакомиться в каждом занятии с видеолекцией, порешать задания в блоке тренировочном и в блоке контрольном, получить консультацию по всем вопросам, которые остались непонятными, да, которые не разрешились в процессе видеолекции и тренировки контроля, получить индивидуальные консультации, отслеживать прогресс на платформе, там же можно, отражается количество баллов, которые получает ребенок за то или иное задание внутри каждого занятия, также внутри происходит промежуточная диагностика, внутри изучение курса, и происходит итоговая диагностика, которая за небольшое время до ЕГЭ позволяет выявить такие вот уже недостатки в подготовке и отработать уже точечные вещи перед ЕГЭ. О платформе, то есть здесь участник курсов, слушатель, да, ребенок может выбрать себе онлайн-педагога, наши онлайн-педагоги это победители всероссийского конкурса «Просветитель». Это люди, которые сами, во-первых, решают ЕГЭ выше, чем на 80 баллов, которые сами умеют правильно по критериям оценивания проверять работы, развернутые ответы ребят, и которые владеют собственной авторской методикой подготовки к ЕГЭ. И эта методика является эффективной и ее результаты доказаны. Только вот такие педагоги вошли в число наших онлайн-педагогов. Видеолекции записаны, там огромный массив видеолекций по всем предметам, по каждой теме, по каждому предмету есть видеолекции. И здесь значит какие-то видеолекции с теорией, то есть преподаватель рассказывает, демонстрирует что-то на слайдах, очень большое количество лекций по физике и по математике с решением заданий, с решением задач. Ну, в данном случае у доски есть видеолекции, где лектор рассказывает решение, длинное, например, решение по своему слайду. В блоке диагностических работ ребенок заполняет бланки, эти бланки загружают в систему, распознают, верифицируют, и вот я бы сказала, что вот этот этап отражает закулисную, если можно так выразить, закулисье, когда дети уже написали, когда их бланки раньше привозили в РЦО, и там это все сканировалось, распознавалось, верифицировалось, то сейчас это будет загружаться прямо из школы, попадать в РЦО, и там будет распознаваться, верифицироваться. Так вот, вот этот этап, который был недоступен никогда ни школьникам, ни родителям, ни учителям, теперь доступен на нашей платформе каждому, кто учится на этих онлайн-курсах. также можно тренироваться в блоке тренировочных и уже контролировать свои достижения в области контрольных заданий, причем оценивают контрольные задания с развернутым ответом вот эти онлайн-педагоги по критериям ЕГЭ. Можно изучить свой прогресс. Значит, записаться на курсы Академии можно на сайте, к представленным на слайде. Купить книги в бумажном виде можно в официальном интернет-магазине издательства. Теперь у издательства есть свой магазин и я здесь привела сегодняшний скриншот. То есть, вот если вы, например, больше 20 пособий одного вида покупаете, то вам скидка при заказе 10%. Там есть можно и выбрать способ доставки, способ оплаты, заказать прямо здесь можно на этом сайте. Уважаемые коллеги, уважаемые выпускники, если меня выпускники видят, родители, все вопросы, которые я еще пока сейчас посмотрю, буду отвечать на них, но все, на которые я сегодня не отвечу или вдруг вы понимаете, что у вас созрел вопрос, например, завтра, пишите по этому адресу или звоните по приведенным телефонам. Я не буду закрывать этот слайд, вы можете переписать эти контакты, пока буду отвечать на ваши вопросы. Итак, Екатерина Анатольевна спрашивает, изменилась ли система оценивания заданий 9-16 по литературе. Изменилась, я об этом коротко сказала, как изменилась система оценивания задания 17, откуда взялись 15 баллов. Ну, вы видели, позвольте мне не перелистывать на тот слайд презентации, презентация же будет выложена, и ее можно будет скачать, или ее прямо сейчас могут скачать, ее коллеги можете прямо сейчас скачать и посмотреть. А также очень внимательно, пожалуйста, зайдите на сайт ФИПИ, посмотрите в демо-версии критерии оценивания вот этих интересующих вас заданий. Но я показывала критерии оценивания, как изменились критерии оценивания в 8-15 заданиях, в 9-16 и в 17-м я не стала показывать, но принцип точно такой же. То есть уточнены критерии в части разбиения на пункты, в части назначения за каждый из этих критериев определенного количества баллов. То есть теперь на третью проверку будет выходить меньше работ и теперь критерии будут более однозначно трактоваться экспертами. Вот в этом изменились критерии оценивания ЕГЭ по литературе. Хотя если в целом смотреть принципиально ли они поменялись, нет, принципиально они не поменялись. Изменилась структура критериев оценивания. Жаркова Наталья спрашивает, что родители и ученики обеспокоены тем, что в КИМ по физике включен вопрос номер 24 по основам астрофизики. Астрономия не изучалась до этого года отдельным предметом. Как быть? Астрономия, даже не астрономия, а раздел физики как эволюции Вселенной был включен в курсы физики основной и средней школы. И поэтому, если вы не игнорировали этот раздел, если вы его изучали, но это не отдельный курс, это вспомните, что и в прошлые годы, когда астрономия была предметом, она не преподавалась в основной школе как отдельный предмет, она преподавалась в основном только лишь в 11 классе один год. Ну, где-то она преподавалась два года, но таких очень мало школ было, а так это один год, поэтому тут принципиально ничего не поменялось. И еще раз повторю, что не все разделы астрофизики затрагивает это задание номер 24. Надо понимать, что, ну, я озвучила, что надо уметь читать диаграмму Гершпрома-Рессела, надо знать формулы космических скоростей, чтобы ускорение свободного падения на какой-то планете посчитать. Надо понимать, если вы помните, коллеги, диаграмма Гершпрома-Рессела, она, ну, скажем так, является основой для изучения очень многих тем в астрономии. Если ее умеет ребенок читать, понимает, как зависит принадлежность звезды к тому или иному спектральному классу от температуры, как зависит масса и объем звезды, скажем так, или объем и температура при их соотношении, то в какой области этой диаграммы звезда будет, то есть там области помечены там желтые карлики, белые карлики, красные гиганты и так далее. То есть, если вот этими базовыми вещами, скажем так, эти базовые вещи знать, и опять же, я вам сообщу, что в книгах я сдам ЕГЭ по физике и в онлайн курсе я сдам ЕГЭ по физике вот это 24 задание отрабатывается. В онлайн курсах педагог рассказывает, на что обращать внимание в плане подготовки, и там загружены задания для отработки тех или иных умений в рамках 24 задания. Там все 32 задания по физике загружены, естественно, ну, как их отработать, но в том числе и 24. Итак, Ольга Викторовна Вялова спрашивает, будет ли введена устная часть по литературе в 9 классе. Коллеги, по ОГЭ мы также проведем с вами серию вебинаров. Сегодня у нас темой нашего разговора является ЕГЭ, поэтому, пока воздержусь от ответа, это тема следующего, ну, одного из следующих наших разговоров. Почему до сих пор не утверждены демоверсии по предметам? Коллеги, ну, здесь ФИПИ никаких официальных разъяснений не дает, ну, то, что, как говорится, на уровне разговоров нас особо не касается и не волнует, но никаких официальных разъяснений ФИПИ не дает. До конца сентября, до 30 сентября сайт ФИПИ принимал обсуждение, ну, скажем так, вы могли участвовать в обсуждении демоверсии, спецификации, кодификаторов, и практика показывает, еще раз повторю, я в начале вебинара это говорила, но еще повторю, что проекты демоверсии, кодификаторов и спецификаций практически никогда не отличаются от утвержденных документов. Вносятся небольшие изменения по результатам обсуждения, но до того, как их вывесить в режиме проектов, они, конечно, очень серьезно прорабатываются нашими коллегами из ФИПИ. Не переживайте, вот в ближайшем будущем уже будут размещены не проекты, а уже утвержденные документы. Ну, и пугаться тоже не надо, никак там как-то, скажем так, реагировать резко на это не надо, то есть они разместятся и, ну, может быть, и будут какие-то изменения по сравнению с проектами, но они не могут быть значительными. Так, имеется ли диск в пособии по английскому языку? Светлана Васильевна Яцишина спрашивает. Светлана Васильевна, диск отдельный не прилагается, бесплатно электронное приложение можно скачать по ссылке, которая есть в аннотации пособия. Именно по той ссылке. Бесплатно на сайте просвещения заходите и скачиваете. Изменится ли что-нибудь в ЕГЭ по английскому я сказала, при сдаче ЕГЭ по истории никаких изменений по истории нет. В прошлый раз я озвучивала процедуру сдачи ЕГЭ, поэтому если вы имеете ввиду по процедуре, вы можете посмотреть вебинар в записи с прошлой недели, а если вы имеете ввиду содержание, то в содержании ничего, ни в критериях не изменяется. Изменения в профильной математике не имеются, в профильной базовой математиках нет изменений ни в какой изменения в ГИЭ по информатике. ГИЭ, вы имеете ввиду за среднюю школу это ЕГЭ, я их озвучила, по ОГЭ мы будем говорить в один из следующих наших вебинаров. тестовая часть по литературе в детственном классе сохраняется в этом году, в этом году пока сохраняется. Но и то она не тестовая, понимаете, коллеги, тесты оставлены только в иностранных языках, а в литературе преобразованы, но принцип, конечно, не меняется от этого. Планируется изменение в ГИЭ по географии, на будущий год не знаю, официально, я пользуюсь только официальной информацией. Официальной информации по поводу 19-го года еще нет, а по 18-му году точно никаких изменений нет. Уважаемые коллеги, я ответила на все ваши вопросы, вам большое спасибо. Пожалуйста, подключайтесь на будущей неделе, 28-го числа, мы будем продолжать нашу серию вебинаров и на следующей неделе мы будем говорить о критериях оценивания подробнее, взгляд эксперта. Я несколько лет проходила в Федеральном институте педагогических измерений обучение по поводу оценивания развернутых ответов и поделюсь с вами своими знаниями, умениями, своими, скажем так, ну скажем, это вам позволит вести подготовку обучающихся к ЕГЭ более целенаправленно. То есть, если вы и ваши дети будут четко понимать критерии оценивания, то и те драгоценные баллы, вот когда особенно идет счет на каждый балл, когда, например, идет у вас экзамен высокого достижения, то есть вы хотите выше 90, ваш ребенок хочет выше 90 набрать, и там уже каждый балл имеет большой вес. Поэтому, если счет идет на каждый балл, то очень важно знать, не только просто слышать, что есть критерии, а знать критерии оценивания каждого задания. Уважаемые коллеги, сертификат участника вы можете скачать, вам уже в чате было написано, где вы его можете скачать, поэтому внимательно посмотрите и скачайте буквально в ближайшее время, как только вы посмотрели, лучше вот прямо сейчас скачивать. Итак, коллеги, жду вас на следующей неделе, на следующем нашем вебинаре. Итак, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...